Всем привет! Меня зовут Сева Бойко, вы слушаете подкаст русской службы BBC «Что это было». В нем мы уже 61-й день подряд освещаем российское вторжение в Украину. Сегодняшний выпуск специальный. В нем мы разговариваем с авторами текста, который называется «Думаешь, я этого хочу? Я больной, я ненормальный». Это совместное расследование о преступлениях российских военных в Киевской области, журналистского проекта «Астра» и издание «Медуза», которое признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы вынуждены упоминать об этом по требованию властей. Авторы этого расследования выяснены, что в селе Богдановка Киевской области за время российской оккупации произошли как минимум три убийства и два изнасилования. Журналисты опросили семьи погибших, собрали свидетельства жертв насилия и, более того, установили личность одного российского военного, который, возможно, был вовнечен в эти события. Мы поговорим с двумя авторами этого материала, корреспондентом «Медузы» Нинеи Епаровой, которая побывала в Богдановке, и основательницей Астры Анастасии Чумаковой, которая, собственно, и запустила расследование. Я должен вас предупредить, что все участники этого разговора находились в разных странах и часовых поясах, а Настю он застал на природе. Поэтому не удивняйтесь, что слышите во время ее ответов пение птиц. Ниля, привет! Привет! Настя, привет! Привет! Ну, давайте начнем с нашего обычного вопроса. Почему вы решили заняться темой преступления российской армии? Почему именно Богдановка? Как вы на нее вышли? Потому что текст начался именно с моего интервью, и вообще эта тема началась с того, что я обратила на это внимание. Начну с того, что мы не выбирали отдельно Богдановку. Все началось с самого преступления, и потом уже выяснилось, что оно произошло в Богдановке. Дальше начали это распутывать, выяснять, и выяснилось, что это не единичный случай. В общем-то, там происходило это несколько раз. По крайней мере, столько преступлений, сколько известно нам в нашем расследовании. Это два изнасилования и три убийства. Как вообще я узнала о первом случае? Это было изнасилование и убийство супруга, жертва изнасилования. Я сейчас делаю канал независимой журналистики, он называется «Астра». Подписчики этого канала скинули мне сообщение о том, что вот, зверство, изнасиловали женщину. Я попросила какие-то подробности, и прислали скриншоты из инстаграма украинского журналиста Андрея Джиджула. Причем, когда я зашла на его страничку в инстаграм, я увидела, что этого поста уже нет. И он там в историях говорит о том, что вот, уже второй раз инстаграм удаляет публикацию об изнасиловании моей знакомой. Это зверство, совершили российские военные, и все в таком духе. Ну, я подумала, нужно узнать вообще, правда это или нет, или это слухи. На тот момент еще не было так распространено сообщение о том, что действительно происходит изнасилование мирных жителей в Украине. Тогда об этом еще не говорили. Я ему написала и попросила контакты жертвы, если это возможно. Он долго не отвечал, я много раз переслала ему сообщение. В итоге он сказал, сначала мне нужно с вами поговорить вообще, могу ли я вам доверять и давать контакты жертвы. Мы с ним разговаривали, созванивались. И потом он сказал, окей, давайте я вам дам, если она согласится, контакты жертвы. И через какое-то время он мне прислал номер первой героини. Мы с ней созвонились, тоже не сразу, потому что у нее ребенок, вот этот четырехлетний мальчик. Она бы не хотела, понятно, давать интервью, чтобы он это все слышал. То есть там была такая проблема, она еще была в процессе эвакуации. И несколько дней мы с ней просто переписывались, согласовывали, когда лучше сделать интервью, чтобы ребенок спал или где-то он был в другом месте. В итоге мы с ней созвонились и вот записали первое интервью. Оно длилось 50 минут. Я вообще довольно много в своей профессиональной деятельности занималась расследованием разных преступлений. Собственно, криминальная журналистика – это был мой профиль всю жизнь. Работаю я уже больше 10 лет. И видела я очень многое, да, и разные преступления бывали. Но когда она мне рассказала то, что она мне рассказала, даже я была в шоке, сидя в кресле дома. После этого интервью я долго не могла в себя прийти. Ну и, в общем, было непонимание, что с этим делать. То есть она мне сразу же предоставила документ. Это была справка о том, что она признана потерпевшей, памятка для потерпевших по уголовным делам. Ну то есть это вот один из подтверждающих документов, что она действительно писала заявление о преступлении. Писала два заявления о преступлении. Первое – об изнасиловании. Второе – об убийстве ее мужа. Но все равно у меня было непонимание, куда делать это интервью. У меня было только Астра на тот момент. Там было 15, наверное, тысяч подписчиков. И я понимала, что эта история, ну, она больше. Во-первых, она ужасная. И о ней должен знать, как бы это банально не звучало, весь мир. И я начала искать, с кем, с какими крупными изданиями это сделать, чтобы это узнали как можно больше людей. И вот так вот я вышла на «Медузу». И мы начали заниматься этим. Настя, тогда здесь тебя перебью и задам свой следующий вопрос. Мы, безусловно, еще подробно поговорим о содержании твоих интервью, о всей истории этого материала. Но прежде чем мы продолжим, я хочу спросить Нину. Я так понимаю, что правильно этот вопрос адресовать ей. Что собой представляет Богдановка, где все эти события развивались? Чтобы у наших слушателей была перед глазами какая-то картинка. Что нам надо про нее знать? Богдановка, которую видно при прогулке по селу. И Богдановка, которая на тексте, это вообще два разных населенных пункта. Я приехала в Богдановку практически случайно. Я знала, что в редакции делается какой-то очень крутой текст. Что Настя понесла какую-то историю. Они с Лешей Ковалевым ее разрабатывают, дорабатывают. А я в это время просто ездила по пригородам и пыталась подтвердить те совершенно страшные, жуткие истории, слухи, которые ходили по Киеву и пригородам о том, какие преступления совершали российские военные в дни оккупации. Сначала мне сказали, что произошла жуткая история. Не буду пересказывать о подробности, потому что оказалось, что это немножечко искаженный слух. В одном из сел Великодомирского района, опять-таки не буду называть в каком селе. Приехав в село, я просила огромное количество людей и выяснилось, что ничего такого не было. Я удивилась. Но мне сказали, что все это могло происходить в соседнем, еще более малом селе-населенном пункте. Я отправилась туда. Там история начала подтверждаться в каких-то деталях, но само ядро о массовых изнасилованиях женщин российскими военнослужащими и все никак не подтверждалось. Я уже начала радоваться и подумала, что, может быть, действительно не было этого ничего. А потом по очередному совету очередного из местных жителей доехала до Богдановки. И там познакомилась с местными, которые начали показывать мне какие-то видео, выложенные в Телеграме, странно обрезанные, на которых было что-то вроде в новостном стиле, сделаны нарезки из пресс-конференции вроде бы как киевской полиции, которая не представлялась. Какие-то оперативные кадры сделаны вроде бы как просто на телефон. И мы подправились по всей Богдановке искать этот дом. Когда я просто ходила по самому селу, я бывала, ну, вот на Иванковском направлении есть, например, село Глухово. На подъезде к селу Глухово едешь просто по дороге, и внезапно практически, если не заметен, можно врезаться в долу танка, потому что танк, он как бы вот, он был остановлен в прыжке. Он не тронут, я не знаю, что произошло с экипажем танка. Не уверен даже до конца, что это танк российский или украинский, но вот буквально вот дуло посреди дороги торчит, и само село, конечно, уничтожено основательно. Богдановка – это село, где есть большое количество нетронутых улиц. Конечно, это может прозвучать ужасно цинично, да, то есть я пытаюсь сейчас сделать ранжир, насколько село более уничтожено, но это, так или иначе, достаточно объективные впечатления, которые ты, ну, путешествия по разным членам пунктам Украины собираешь неизбежно, да. И приехал в Богдановку, я отметила, что и местные тоже это подтверждают совершенно спокойно, что действительно некоторые дома остались нетронуты. На многих заборах написано было российскими солдатами проверено, мирные люди, они приходили, искали оружие, спрашивали, не служил ли вас кто-нибудь в ССУ, не работал ли в зоне АТО и прочее, нет ли среди вас там членов терроробороны. Если люди отвечали, нет, солдаты просто писали какое-то найденное тут же на месте в Богдановке краской, проверено мирные, разные формулировки этой фразы и шли дальше. И многие улицы состоят из нетронутых домов полностью, да. И меня это очень порадовало, подумало, что, ну, господи, ну, неужели действительно, может быть, как-то вот так цивилизованно всё было, просто, да, обход и без убийств, без изнасилов. Не может действительно, если эта цепочка слухов, которая для меня началась в Киеве, оборвётся и ничем не закончится, да, и что без жертв. А потом мы всё-таки нашли тот дом на самой окраине Богдановки, на той самой улице Залеска, на пушке леса мы нашли тот дом, который был на видео, полностью сожжённый. И я захожу туда и понимаю, что, ну, вот, это не война, это место преступления, это не обстрела, потому что до этого видела обстреляны только в Украине дома погибших от обстрелов людей. Я захожу, вижу, что это не обстрела были, это не война, это не боевые действия, это оккупация и совершённые именно преступления, которые нужно расследовать. И, честно, на сцене вот crime scene, да, вот я впервые себя обнаружила и была, конечно, ужасно обескуражена и очень сильно расстроена тем, что я видела, потому что я видела труп щенка Алабая, который уже несколько недель, как минимум, по моей непрессиональной оценке, тлел в траве пустую могилу свежую, полностью сгоревший дом. Даже мне, очевидно, было специально подожжённый и сгоревший настолько основательно, что там не осталось вообще ничего, кроме почерневшей, откопки-стиральной машинкой на первом этаже. Мне было совершенно непонятно, что здесь произошло. Было понятно, что это очень-очень-очень страшно, но совершенно непонятно, что. А дальше я и местный житель, который мне сопровождал, помогал, всё показывал, пошли по улице за леской. Я видела, что надписи «Мирно и проверено» больше нет на заборах. На заборах никаких надписей нет вообще. И все заборы, все ворота просто выломаны чем-то, как впоследствии оказалось, машиной, украденной тут же на улице за леской. Очень грубо вырыто, есть какие-то пылевые отверстия в стёклах первых этажей. И вынесен мусор, причём мусор такой достаточно эксцентричный набор мусора. Несколько кальянов, опустошённые, пятилитровые бутылки дорогого виски. Позже мне уже объяснили, что это мусор, который оставили после себя российские военнослужащие, хозяева, которые, слава богу, которых не было в домах, когда группа из этих военных зашла на улице Залейского в Богдановке. Позже приехали в село и вот так вот выносили мусор. Огромное количество, там 20 пакетов только у одного из домов лежало. И совершенно пустая улица, абсолютно пустая. Более пустая, чем даже все остальные улицы в Богдановке, которая только-только начала возвращаться к жизни, где там под каждой хатой вырыт, на самом деле, траншеи. Так серьёзно окапывались российские войска там. Но потихонечку начали выходить люди. С тремя мужчинами, которые там были, мне удалось поговорить. И после первого же разговора я поняла, что я что-то узнаю. Я как будто бы уже знаю, что здесь произошло. По каким-то подробностям я поняла, что что-то очень знакомое. И начала уточнять, называть какие-то имена. И поняла, что ах, вот про эту историю мне рассказывал Лёша Ковалёв. Ах, вот эта история, которой уже Настя начала заниматься, так её блестяще совершенно нашла и поговорила с жертвой, да. И поняла, что нужно как-то уже докручивать, договариваясь с этими людьми, делать максимальное количество фотографий, подтверждений и прочее, прочее. Да, я хочу здесь нашим слушателям сказать, что многие сцены, которые сейчас писала Ниля, запечатлены на фото, которое она сделала для статьи в «Медузе». И я ещё раз, собственно, наших слушателей отсылаю к этому тексту. Ну и давайте вот теперь начинать рассказывать эту историю. Когда и как российские войска оказались в Богдановке? Ну, по свидетельствам местных жителей, которых мы опросили, и в том числе наших жертв, первые военные российские, их техника, начали появляться в Богдановке 8 марта. Это запечатлено на многочисленных видео и фотографиях, которые в том числе мне лично отправляли местные жители, которые они лично снимали. Есть даже видео с камеры наблюдения одного из жителей, на доме у него эта камера висела, где прямо в его двор заезжает российский танк. И снято это 8 числа. То есть по этим свидетельствам мы понимаем, что появились они 8 числа. Они пришли 8 числа ненадолго в Богдановку. Потом по трассе ушли боевые действия. Под Скибином, получается, их, вероятнее всего, разбили. Но мы видели эти кадры, и они сняты с дрона. И они уже в значительно меньшем количестве, по свидетельствам местных жителей, возвращаются в Богдановку. Собственно, там те военные, которые остались в живых, на какое-то время, как мы понимаем, до 31 числа, то есть с 8 до 31, засели в Богдановке. По свидетельствам местных жителей, которые с ними общались, они не знали, что делать, потому что часть командиров их погибли. Соответственно, они ждали дальнейших указаний. Просто это была такая ждательная позиция. Они не знали, что делать. И делали то, что мы видим в нашем тексте. Итак, Настя сейчас рассказала, что 8 марта эти подразделения российской армии зашли в Богдановку, а утром 9 марта на следующий день некая группа военных пошла на обход. Вы это слово берете в кавычки. Мы чуть позже объясним, наверное, почему. В чем этот обход заключался? Чем они с утра и днем занимались? Ситуация просто медленно начала развиваться и на коляце. Впервые, когда их увидели на улицах, жители местной части домов оставались, все еще пытаясь переждать как-то по-тихому дни российской оккупации. Были совершенно, конечно, в ужасе того, что начало происходить. Но первое, что они увидели, это как группа из 10-15, по счету местных жителей, с бутылками алкоголя в руках, разгуливают по Залесской или разъезжают по Залесской на красном квадроцикле, очевидно, украденном, или ходят по Залесской с автоматом в одной руке, с бутылкой вина в другой и в чьих-то, практически цитирую сейчас, чьих-то уже новых красных кроссовках, тоже, предположительно, украденных, взятых в одном из домов по Залесской на окраине Богдановки. И сначала это выглядело вот так. И окопались они сначала в доме на самой окраине, недостроенном еще, на первом этаже, по крайней мере, именно там и я нашла, и местные жители находили все-все-все украденные с Залесской машины. Около 4-5 машин было украдено, оставлено в недостроенном гараже, на том самом недостроенном участке. Но, к сожалению, в пределах этой стройплощадки они не остановились. И дальше не только разгуливали по улицам с автоматом, но и применяли оружие. Ну, у них была какая-то практическая цель, кроме того, чтобы, говоря русским языком и со ссылкой на очевидцев, с которыми вы пообщались, мародерствовать? Да, была практическая цель. Об этом говорят различные военные эксперты, российские, украинские и международные. Даже не на примере Богдановки, на примере других населенных пунктов. Почему так происходит? Ну, это предположение, да, но предположение многих военных экспертов, то, что в таких ситуациях у них обычно приказ пройти все дома и проверить, есть ли там спрятаны какие-то военные, есть ли там террабарона, и их уничтожать. И какие-то из местных жителей нам говорили, что там залазили в подвал и спрашивали, там, выходите, есть ли военные. Люди отвечали, нет, здесь только, например, там, женщины и дети, или мы все мирные, там, мужчины тоже, например, мирные, он без оружия. Дальше их проверяли, и если подтверждалось, то, вероятно, оставляли в живых. Либо не оставляли, как это видно из нашей истории. То есть практическая цель была именно проверить, есть ли спрятавшиеся военные или террабароны, либо другие вооруженные люди, которые могли представлять угрозу российским военным. А сопутствующая цель, получается, была заодно поживиться чем-то, как местные жители говорят. И, как вы сами видели, уже когда-то там побывал в Нине, да? Если честно, мне показалось, что по разным улицам Богдановки пройдяло очень разные группы военных. И, насколько я поняла, из рассказа не одного сельского староста, а там, трех-четырех сельских старост и десятков местных жителей. В некоторых селах, например, Феневичи или Бобрик, как мне описывали, стояли вежливые командиры, вежливые, можно сказать, в хорошем, неироническом смысле слова. Действительно, мужчины с опытом уже около 45-50 лет, которые пытались как-то контролировать срочников и контрактников, предположительно, которые были у них в подразделении. В Богдановке некоторые жители местные мне рассказали, что действительно зашли в дом, оставили надпись на заборе, никого не трогали. Но на Залесской, повторюсь, подчеркнуто не было никаких записей на воротах. И я не видела больше ни одного, ни одних ворот, которые выбивали тараном, в то время как на Залесской каждый ворот, вот в каждый дом ворота были выбиты тараном. Ну, вот машина, на одной из украденных машин эти ворота выбивали. И корень трагедии в том, что очень специфические люди, очень специфических нравственных качеств, пытаясь сдержанно как-то описывать, оказались на улице Залесской 8 марта. Вы установили личность одного российского военного, который руководил группой обходчиков на Залесской, и, как утверждают пострадавшие, лично участвовал в одном изнасиловании. Что это за человек, и как вы его нашли? Это Михаил Романов. Он сам называл свое имя и фамилию местным жителем, в дома которых он заходил. С одной из наших героинь он знакомился, сам показывал социальные сети, рассказывал про себя, про свою жену, про детей, и показывал фотографии. И, собственно, по этим фотографиям, по этой страничке в социальных сетях другие уже местные жители и жертвы его опознавали и подтверждали, что да, на этой фотографии этот человек. И вот, например, одна из наших героинь, которая жертва изнасилования и у которой убили мужа, точно подтвердила, что на фотографии тот человек, который ее изнасиловал вместе с еще одним человеком, личность которого мы, к сожалению, пока не установили, потому что он не называл своего имени, и он был в черной форме, без всяких опознавательных знаков. Мы его еще продолжаем искать. Какова история Романова, как он оказался в Украине? История Романова такова, что, во-первых, я лично нашла его поездки, РЖД, где он еще в 2014 году ездил в Миллерова, там большой военно-учебный центр, и это граница с Украиной. Ростовская область. Да, Ростовская область, сколько-то километров до Украины. Там большой учебный военный центр. Потом он ездил в Яландскую, там тоже большая часть военная и учебный центр. Мы точно знаем от источников, достоверности информации, о которых мы уверены, что Романов в 2013 году работал кассиром в Магните, там же работала его супруга. Ну а в дальнейшем, как мы можем предполагать, судя по тому, что уже в 2014 он покупал билеты и ездил в Миллерова, предположительно, в учебный военный центр, он уже заключил контракт и служил. Мне кажется, важно, что мы установили три войсковые части, в одной из которых, скорее всего, проходит службу в настоящий момент Михаил Романов. Как мы это устанавливали? Во-первых, местные жители начали находить после 31 марта документы военных, которые стояли в Богдановке, в этих числах. И лично мне один из местных жителей скидывал эти документы. И так мы узнали, какая точно одна из этих частей, там три части, была в Богдановке. Если нашли документы военных из этой части, значит, они там были. Дальше мы узнавали по открытым источникам. То есть украинские власти регулярно публикуют списки взятых в плен погибших и также не скрывают, то есть открыто публикуют данные в том числе и войсковых частей этих людей. То есть так мы тоже узнавали, какие предположительно войсковые части могли находиться в это время в Богдановке. Также есть данные расследовательского проекта CIT, который, по сути, наши данные подтвердило о том, в каких войсковых частях может проходить служба военный Михаил Романов. Ну и вечером того же дня Романов снова начинает ходить по домам в сопровождении двух военных. Эта группа заставляет спуститься в маленький подванчик местную жительницу Викторию, ее мужа, и десятилетнюю дочку на время обыска в их доме. А затем, по словам Виктории и ее соседа, который чуть ли не из окна наблюдал за этой сценой, двое военных убивают ее мужа прямо там на глазах у семьи. Объясните, пожалуйста, за что убили этого мужчину? Соседи действительно видели то, что происходило в доме Виктории. Име этой героини мы изменили для публикации. Видели то, что происходило у нее дома буквально из окон. Как они описывали, я вообще поразилась тому, почему они это помнят в таких подробностях, почему они слышали слова, которые, как они мне убежденно рассказывали, которые произносили российские военнослужащие во время обыска в доме Виктории, почему они слышали, что российские солдаты кричали. Я спросила, вы уверены, что вы именно слышали то, что происходило? Нам сказали, да. И объяснили, что село и улицы Залезка были настолько на стреме и настолько испуганы, настолько глубоко попрятали собственные дома подвала и прочее, настолько ни звука не было, что те соседи, опрошенные мной мужчины, которые вышли просто покурить на балкон, из подвала поднялись в тот момент, они не только видели, как российские солдаты с фонариком обходили в дом Виктории в поисках сигарет, как уже оказалось, но и слышали буквально, как они говорили, курива, курива, а ты курива нашел, там курива видел, а где курива? То есть на Залезской стояла полная тишина, которую нарушали тоник разговора российских военных в этот момент, правильно? Да. Да. Так за что, собственно, убили мужа Виктории? Что стало причиной его гибели? Понятно, что в душу российским военным той группе, которая зашла в дом к ним, мы заглянуть не можем, но есть свидетельства и Виктории, которая стала живых, и соседей, версии две, первое, что во время обхода, пока не искали сигареты, они нашли в доме одежду камуфляжной раскраски, рыбацкую куртку, которая есть практически у каждого, ну, в каждом доме, потому что понятно, что люди, у которых есть загородный дом, чаще увлекаются охотой, рыбалкой, чем не увлекаются. Когда они уже с этим приобретенным знанием солдаты вернулись к подвалу колодцу, неглубокому колодцу насосной станции во дворе дома Виктории, они решили еще раз найти сигареты, теперь же попросив их хозяина, и решили, может быть, что он где-то их спрятал или держит у себя. Хозяин совершенно искренне ответил, что сигарет нет, выкурил, война, купить негде. Тогда один из солдат то ли по неосторожности, то ли со злобой, то ли непонятно, почему выстрелил. И выстрелил, и попал в хозяина дома Алексей, но ранил его не смертельно. Потом один из, второй человек из группы солдат, которая была, решил, что нужно, видимо, как-то зачистить следы преступления, и крикнул, добивая этот крик. Добивая, нам о нем рассказали и опрошенные соседи, сосед, насколько я помню, по дому, если смотреть по залезку, вдаль, слева, и сама Виктория. Алексея убили, прямо там в колодце застрелили, он истек кровью, облокотившись на собственную дочь, десятилетнюю. Жена до последнего держала его за руку, пока она совсем не стала холодной. Да, я хотела добавить на твой вопрос, почему военно убили мужа Виктории. Мне кажется, этот вопрос можно задать вообще к большинству убийств и изнасилований, которые совершают российские военные в это время в Украине. Почему они изнасиловали следующую, например, нашу героиню, Евгению? Почему они изнасиловали других женщин? Я не знаю. Наверное, потому что у них что-то не в порядке с головой. У меня только такой ответ. Ну, то есть, не может быть какого-то логического объяснения, почему человек совершает изнасилование или совершает убийство. то есть, если в случае еще с мужчинами какие-то бывают отдельные эпизоды, где убили, потому что было оружие, убили, потому что думали, что он военный украинский, убили, потому что думали, что он из терроробороны, то в случае с мирными женщинами, у которых уж точно нету оружия, здесь такого вопроса, наверное, даже не может быть. Почему они изнасиловали этих женщин? Ну, я не знаю, какой здесь может быть логический ответ на этот вопрос. И если я правильно понимаю хронологию событий, вскоре после этого эта группа военных, романов, «Человек в черном» и еще один военный отправляются к Евгении, еще одной жительнице Богдановки, которая находится в доме с мужем и ребенком. Что там происходит? Ну, для начала отмечу, что дом Евгения, история Евгения это, во-первых, та самая история, с чего наше расследование началось, то есть это первая героиня, с которой я записала интервью 23-го числа. Соответственно, и это тот же самый дом, в который Лиля заходила, видела, что там произошло, где была свежая могила, и труп щенка, и вот эта обгоревшая машинка стиральная, которую она так подробно и живо описала. И получается, что да, они заходят после всего этого в дом Евгения, опять же, имя героини изменено по ее просьбе. Заходят они туда уже не впервые, в тексте также подробно рассказано, что они делали там до этого. Ну, вот они заходят, Евгения отправляет своего ребенка, четырехлетнего мальчика, в колодец, муж идет открывать дверь, она слышит выстрел, прибегает, спрашивает, где мой муж, ей говорят, твой муж нацик, его больше нет, и раздевайся. Как рассказывает нам сама героиня. И они начинают ее насиловать. Они это Михаил Романов, которого она опознала, и опознали другие жители. То, что это именно Михаил Романов по его социальным сетям. И мы также установили личность, что такой человек действительно есть. Установили, где он проживает. То есть то, что мы уже рассказывали про его поездки и так далее. И другой человек, неизвестный нам и неизвестной жертве, в черном. Они ее насилуют на протяжении некоторого времени. В это время ее четырехлетний сын находится в колодце. Все это время, во время изнасилования, к ее голове оружие приставлено. И это повторяется по несколько раз. Они, как рассказывает жертва, уходили несколько раз, приходили и продолжали изнасилование. В итоге сбежать она смогла, когда в последний раз они уже зашли в дом, еле держались на ногах, как она говорит, справляли малую нужду прямо в доме. И заснули где-то на креслах или на диванах. И тогда она взяла ребенка и смогла сбежать к соседям. Я предлагаю остановить здесь пересказ преступлений, которые произошли в Богдановке. Вы описываете еще несколько и наших слушателей, которые подробнее хотят ознакомиться с трагическими историями жителя этого села. Я отсылаю на сайт «Медуза». А вас я хочу спросить, как те герои, о которых мы только что говорили, бежали из этой самой оккупированной Богдановки? Насколько я понимаю, группа людей, которые в итоге бежали с улицы Залеской, собиралась по принципу матрешки. Так как сама группа российских военных, которая обходила дома, начала двигаться с самой-самой окраине с недостроенного дома вниз по улице Залеской, то сначала люди убежали из домов, которые стали первыми. Они побежали к соседям, спиратались в подвалы к соседям. Потом военнослужащие продвинулись до следующих домов, бежали уже группками отстреливаясь, дома из середины улицы отстреливались даже, удались один выстрел сделать и даже, как они поняли по крикам военных, кого-то ранить. И дальше все скопились в подвалах на пересечении улицы Залеской с другой улицы, которая ведет к сельскому кладбищу старому. И оттуда уже ночью, когда уже случились и убийства, и изнасилования, и перестреливка произошла, вот в эту ночь с 9 на 10 марта, Настя, может быть, меня поправят, все люди собрались как-то в подвалах и, в общем, аккумулировались и бежали. Кто-то уходил пешком, кто-то из тех, кто уходил чуть позже, в итоге иногда на машине, в итоге все вместе поехали на Киев. Ведется ли расследование тех преступлений, которые вы описываете в статье? Как рассказал нам советник министра внутренних дел Украины Антон Герасченко, расследования действительно ведутся. Да, расследования ведутся, это подтверждало и это подтверждало руководство киевской полиции. В общем, и собраны медузы заявления, и совершенно публичные сделанные заявления представителей МВД Украины, да, все эти факты сфиксированы, расследования ведутся. Люди на улице Залеска рассказывали, что они уже рассказывали все это прокуратуре и полиции по нескольку раз. Я отмечу, что мы не знаем, как именно они ведутся и насколько эффективно, потому что не всем героям вообще на стадиях предварительного следствия это и правильно, да, то есть жертвам не всегда дают понять, на какой стадии находится расследование, что уже удалось следователям узнать, выяснить, установить, а что нет, потому что часть героев, с которыми я лично общаюсь, они точно знают, что расследование ведется, потому что, во-первых, они подавали заявление, во-вторых, с ними периодически связываются следователи, но как продвигается это расследование, они не всегда знают и мы не всегда знаем. Из всех свидетельств изнасилований, которые произошли в оккупированных районах Киевской области, ваше, по крайней мере, для меня выглядит наиболее весомым из-за всех тех доказательств, которые мы обсуждали последние полчаса. Но одновременно я понимаю, что какое-то количество читательной медузы, читательной астры и на какое-то количество слушателей этого подкаста не стало читать или не стало слушать со словами «я больше не могу» или «куда мне еще?» Скажите, пожалуйста, зачем вы сделали эту работу? Почему вы считаете нужным ее сделать? Ну, меня попросила одна из героинь текста, Светлана Перминова, она тоже была изнасилована в Богдановке позже, уже в последние дни, перед тем, как российские войска вышли из села, ее дело тоже взято на контроль полиции. Когда у меня спросила вас называть или нет вообще какие-то может фотографии использовать, она говорит «конечно называйте, называйте меня, называйте моего убитого мужа, тело которого нашли в подвале соседнего села Шевченкова со связанными руками за спиной, рассказывать о нашей истории максимально подробно, как мы с беременной дочкой сидели, как дочку мудрались эвакуировать, как муж ушел и не вернулся, как меня изнасиловали неоднократно. Я хочу, чтобы там было мое имя, чтобы там были фотографии моего мужа, потому что я хочу, чтобы мир знал». Когда жертва готова совершить такое волевое усилие, чтобы заставить себя заново пережить эти события, сказать журналисту, потому что она считает, что это гражданский долг рассказывать о таких историях, я считаю, что журналист должен просто ну вот как стоять с блокнотом и записывать и в общем ничего другого не остается, только публиковать. Настя, хочешь дополнить? Конечно. Во-первых, к твоему вопросу по поводу людей, читателей, которые говорят, куда нам еще, и мы не хотим больше знать такие подробности. Я считаю, что все-таки эти подробности нужно знать, потому что это реальность, которая происходит, которую для этих людей создают власти Российской Федерации, военные Российской Федерации. И так или иначе, каждый гражданин Российской Федерации в том числе должен это знать, потому что это реальность, которая перед нами разворачивается на наших глазах. И нельзя просто закрыть глаза и сказать, извините, я в домике, я не хочу видеть эти подробности. Извините, эти подробности происходят. Людей насилуют и убивают. Это первое. Второе, почему я этим занимаюсь. За свой опыт в журналистике, в криминальной в том числе, которой в основном я занималась, я знаю, что очень много таких историй и преступлений, когда следствие их не дорабатывает и не раскрывает. И у меня есть примеры, когда журналист своим трудом работает с жертвами и потерпевшими, толкает следствие, подталкивает разными способами. Это может быть резонанс, который просто не оставит выхода следствию, как дорасследовать это дело, довести его до конца. Это, наверное, слишком оптимистичная мысль, когда кажется, что журналист может помочь что-то раскрыть, найти виновных и так далее, расставить все точки над «и». Но я всегда в своей работе только на это ориентируюсь. То есть у меня очень, наверное, слишком амбициозная такая задача, но я считаю, что мы должны, во-первых, это расследование дорасследовать, установить, где находится Михаил Романов, точную его военную часть, где он находится сейчас, где он находился тогда, максимально все, прям каждый пункт, и вот прям найти его, где он сейчас, и задать ему этот вопрос. Вы изнасиловали эту женщину, вы убили этого мужчину, вы сделали то и то. И мы должны об этом говорить, чтобы это в том числе видели российский следственный комитет, который постоянно возбуждается, когда ранят или убивают пророссийских, прокремлевских журналистов или мирных людей с российской стороны, но никогда, никак не реагируют, когда это происходит в Украине. Это какое-то избирательное следствие. Ну, следствие разве может так работать? То есть мы должны об этом говорить для того, чтобы это, во-первых, больше людей видели и слышали, а во-вторых, следствие работало, и эта работа была завершена. И следствие должно работать не только украинское, но и российское. Они должны видеть, что наши военные это совершают. И если журналисты это докажут, может быть, это даже, кстати, не получится у украинских следователей, потому что не всегда у них есть данные, наверное. По крайней мере, мы пока не увидели, что они добыли. Даже те, которые были в нашей статье касаемо Михаила Романова, ни один украинский источник не опубликовал. То есть на данном этапе получается, что мы нашли больше, чем они. И, соответственно, эта работа должна способствовать тому, чтобы преступление было раскрыто. Ну, а дальше уже следствие должно делать так, чтобы виновные понесли ответственность. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Спасибо, что позвал. Это были Анастасия Чумакова и Нина Епарова. Над текстом, опубликованным в Медузе, также работали Дамир Нигматунин и Алексей Кованёв. Власти России отрицают обвинения в том, что российские военные совершали преступления, в том числе убийства мирных жителей и изнасилования, на территории Украины. Меня зовут Сева Бойко, а вы слушали подкаст русской службы BBC «Что это было?». Слушайте нас на сайте, в Тинеграме, в подкастах Apple и на многих других подкаст-платформах. Ещё мы теперь есть на Ютьюбе, там подкаст выходит в виде аудио со статичной картинкой, но если это привычная для вас платформа, то там нас тоже можно слушать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, рассказывайте друзьям. Новый выпуск уже завтра.